Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. На самом деле это видео будет полезно всем, кто следит за финансовым миром, но особенно полезным оно будет для тех, у кого есть Ripple XRP, поэтому если у вас есть XRP, обязательно поставьте лайк. Давайте наберём хотя бы 3000 лайков под этим видео. Меня правда это очень мотивирует на создание нового контента. Почему я думаю, что октябрь станет очень знаменательным для Ripple XRP, для его сообщества? Для начала я хочу сказать, что всё то, о чём пойдёт речь, скорее всего, никак не отобразится на цене токена XRP. Многие в сообществе XRP говорят о том, что цена токена будет расти, но это может случиться аж в 2024 году, именно поэтому лично я всегда готовлюсь только наперёд, на долго срок. Однако, никогда прежде, изучая все документы, собрания и встречи высших финансовых фигур, я не видел такого идеального шторма для принятия Ripple XRP, такой инфраструктуры, которую готовят для этого принятия. В октябре для XRP будет сразу несколько событий, которые могут стать катализатором для его принятия. Адаптация Ripple в финансовом секторе будет нарастать как снежный ком до тех пор, пока её будет невозможно остановить. 14 и 15 октября пройдёт конференция Ripple Swell. Как всегда, эта конференция является источником появления множества важных новостей и заявлений. И уже сейчас вокруг этого события в комьюнити Ripple появляется множество слухов. Среди спикеров обозначена Шейла Оорен, которая отвечает за вопросы блокчейна, цифровых активов и политики данных на Международном экономическом форуме. Недавно Daily Hotel выпустили целую статью про Международный экономический форум, в рамках которого был разработан набор инструментов для цифровых валют центральных банков, сокращенно CVCB, явно называя XRP в качестве лучшего варианта для CVCB. Так случилось, что Международный экономический форум будет участвовать в конференции Ripple Swell, и это приведёт на конференцию одних из самых важных людей на планете, особенно в экономике и финансах. New Creation Capital показал вот такой документ, который тоже является системно важным. В этом документе от Международного валютного фонда есть прямое указание RippleNet, и это не совпадение, так и должно было произойти. Далее, что я хотел вам показать. XRP Crypto Quebec. Он опубликовал этот твит. В нём он показал, что целевая группа по финансовым действиям, которая борется в том числе и с отмыванием денег, опубликовала свой отчёт по стейблкоинам для Министерства финансов и управляющих центральными банками G20. В этом отчёте очень много параграфов, но нас интересует 25-й. Именно в 25-м параграфе документа они упоминают стейблкоины, причём в таком ключе, который очень сильно похож на потенциальный способ применения XRP. Также в документе говорится, что некоторые из предложенных стейблкоинов спонсировались за счёт крупных технологических телекоммуникационных или финансовых компаний, и кажется, у них есть потенциал для быстрого масштабирования и массового принятия. С другой стороны, уже существующие стейблкоины до сих пор не получили массового принятия. Эти предложенные так называемые стейблкоины стремятся к достижению быстрого и мирового принятия, предлагая более быстрые, дешёвые и содержательные международные платежи, чем существующие на данный момент. А также массовое принятие таких стейблкоинов хотят наращивать за счёт привлечения капитала и клиентской базы своих сторонников, через их интеграцию в предварительно существующие коммуникационные платформы. Этот документ описывает так называемые стейблкоины с потенциалом массового принятия, но мне кажется, что он больше всё-таки про применимость XRP в различных вариантах использования. Отсюда вытекает, что цена XRP вовсе не обязана расти, более того, она по идее должна оставаться стабильной. Возможно, я не объективен по отношению к XRP, но это не имеет особого значения, ведь есть так много документов, которые поддерживают его потенциал. И я всегда показывал вам эти документы, и это не я их писал. Это Международный Валютный Фонд, это Международный Экономический Форум, это G20, это G30 и так далее. К сожалению, этими компаниями управляю не я, и поэтому их отчётами и документами я тоже не заведую. Вспомните документ G30, который я вам показывал. Он касался стейблкоинов и потенциальных их рисков. В нём конкретно упоминались Ripple и XRP, потенциал XRP для становления в качестве стейблкоина, для выполнения своей основной роли и предоставления ликвидности по требованию, ODL. Его полезность очевидна, и только отчаянный скептик, не умеющий принимать факты, может игнорировать этот потенциал. Различные документы упоминают XRP, именно поэтому лично я, ну никак не могу игнорировать это. Не забывайте, этот документ из отчёта группы по финансовым действиям по стейблкоинам для Министерства финансов и управляющих центральными банками G20. Если вы вдруг забыли, то в октябре G20 предложит свою криптоструктуру для работы с криптовалютами. Также G20 обсуждала цифровую экономику в июле. В данный момент во главе G20 стоит Саудовская Аравия, и многие верят, что нефтедолларовая система уже готова взорваться. Система Петродоллара теряет почву из-под ног. Необходимо учесть и то, что в октябре произойдёт переоценка корзины специальных прав заимствования МВФ, если задуматься, это очень важное событие. Обо всём этом написано в этом отчёте встречи G20 22 июля 2020 года, когда они обсуждали и цифровую экономику в том числе. Я оставлю этот документ у себя в Телеграме, ссылка на него будет в описании под видео. Октябрь продолжает доказывать, что он будет очень важным месяцем не только для Ripple XRP, для его принятия, но и для всего мира финансов и денег. В данный момент негативные последствия известных событий влияют на каждую экономику каждой страны по всему миру, а США находятся в потенциально опасной ситуации. Поэтому Международный валютный фонд МВФ соберётся на встречу, которая пройдёт в период между 12 и 18 октября, для того, чтобы осуществить переоценку специальных прав заимствования, сокращённо СДР. Надеюсь, вы понимаете, что это значит. Международная резервная валюта уже находится в ожидании, и поэтому потенциально в период с 12 по 18 октября может произойти новый Бреттон Вудс. Бреттон Вудская система — это международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, которая доминирует в мире после Второй мировой войны. Глобальный финансовый переворот — вот что может случиться с 12 по 18 октября. Одновременно с этим с 14 по 15 октября будет проходить конференция Ripple Swell. И я не думаю, что время проведения конференции Ripple Swell с 14 по 15 октября и время проведения встречи МВФ с 12 по 18 октября — просто совпадение. Нужно обратить особое внимание на эти дни. Октябрь — ключевой месяц. Также не стоит забывать, что выборы президента США уже фактически на носу. Администрация Трампа способствует принятию XRP. Об этом я снимал очень много видео. Поэтому я думаю, что это очевидно. И существует слишком много ключевых моментов, чтобы стимулировать окончание работы над этим как можно быстрее. Это не означает, что до выборов что-либо произойдёт с ценой XRP. У меня есть собственное мнение относительно того, кто одержит победу на выборах в США. Но независимо от этого, независимо от результата, я думаю, что XRP зашёл слишком далеко по пути своего принятия, чтобы не закончить его. Не забывайте, что это глобальная система. Остальной мир находится в режиме ожидания, ведь новая система уже почти готова к запуску. 20 октября первая цифровая валюта Центрального банка будет запущена. На Багамских островах цифровая валюта готова к запуску в любой момент. Цифровой доллар США уже готов ответить, несмотря на то, что сами американцы притворяются, что находятся в отстающих в этом вопросе. Брайан Брукс буквально убрал все препятствия с пути принятия цифровых валют Центрального банка. А Брукс лично намекал на Ripple XRP как один из способов перехода на цифровую валюту и цифровую экономику. Об этом я тоже снимал видео. Вставлю на монтаже, если найду. На самом деле название SWIFT очень иронично. В моём окружении есть шутка. «Если вы хотите отправить деньги из Америки в Австралию, быстрее всего это сделать сев на самолёт с чемоданом денег». Брайан сказал, что у них есть шутка. «Если вам нужно отправить деньги из Америки в Австралию, быстрее всего это сделать сев на самолёт с чемоданом, набитым этими деньгами». Это большая отсылка или пасхалка. Отсылка на официальную рекламу Ripple. Брайан Брукс занимает пост контролера денежного обращения США, является правой рукой министра финансов США Стива Мнучина, который в свою очередь является правой рукой Дональда Трампа. Все взаимосвязано. Брайан Брукс начал с разрешения хранить криптовалюты, и теперь банки могут их хранить у себя. Затем он пошел на CNN, чтобы рассказать, что технология уже разработана, осталось лишь адаптировать ее. Так почему же США находятся позади остального мира? Нет, они точно не отстают. Шаг 1. Брукс дает понять, что он находится в постоянном контакте с Ripple. Он буквально использовал рекламу Ripple во время критики Свифта и его устаревшей системы. Шаг 2. Брайан Брукс говорит, что стейблкоины нужно использовать для цифровой экономики. Шаг 3. Письмо о непринятии мер по отношению к криптовалютам со стороны комиссии по ценным бумагам и биржам США. И шаг 4. Принятие XRP находится в режиме ожидания. Какие бы новости не были им нужны, каким бы еще деталям не нужно было бы сложиться в пазл, я уверен, что об этом позаботятся достаточно скоро. Именно поэтому октябрь просто невероятный месяц, полный катализаторов для принятия цифровых валют центральных банков, цифрового доллара, XRP и так далее. Называйте это как хотите, но все это уже на горизонте, и нужно просто оставаться на данном пути. Вопрос не если, а когда, и по моему мнению октябрь даст ответ на этот вопрос. И напоследок я хочу сказать вам, что я благодарен каждому из вас, кто смотрит мои видео постоянно. Пусть это не большая аудитория, но это от 8 до 10 тысяч лояльных зрителей, моих зрителей. Поэтому большое спасибо за вашу поддержку. Именно благодаря ей этот канал и существует. А меня зовут Богатейший Ди, не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok